МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы, собственно, ее комментировали. Это детские площадки, но немножко с другой стороны. Я знаю, что пару дней назад в микрорайоне Белые Росы на одной детской площадке ребенок скатился с горки, неудачно упал на покрытие, которое там составляет то, что называют песчано-гравийное смесь. То есть ребенок упал, ударился об эту смесь каким-то образом, и травма настолько тяжелая, что потребовалась госпитализация. У меня, собственно, вопрос вот в чем. При том, что, безусловно, и это известный факт, существуют уже технологии, существуют материалы, которые позволяют сделать безопасное, красивое, доступное покрытие. Почему управляющие компании ставят городки, не заботятся совершенно о покрытии, не думают загодя о том, что вообще-то нужно как минимум травмобезопасно это сделать? По-вашему, почему такое происходит? Я думаю, что здесь все-таки надо рассматривать два случая. Вот случай, который касается именно микрорайона Белые Росы, ведь он у нас новый, и, скорее всего, как это сейчас принято, этот городок, детский городок, устанавливал застройщик. И здесь именно вопрос, ну, в первую очередь, к застройщику, который именно такие конструкции на придомовой территории поставил, и уже следом к управляющей компании, потому как именно она приняла их, как часть общего имущества, на обслуживание. То есть здесь именно два лица, которые за это несут ответственность. В конце концов, то есть управляющая компания, практика показывает, не следит за состоянием и старых детских площадок, и новых детских площадок. Просто по той причине, что какой-то серьезной ответственности за несоответствие тех или иных технических регламентов по этой детской площадке просто нет. И пока ничего не случится, управляющая компания благополучно собирает деньги, взамен ничего не делает. Это касается не только состояния детских площадок, состояния конструктивных элементов в доме, состояния пожарной системы, чего угодно. Это просто вопрос всего общего имущества и отсутствие прямой ответственности для управляющей компании, ежедневной, еженедельной, за невыполнение их прямых обязательств. То есть факт сбора средств за текущее содержание и ремонт жителей есть, а факт отдачи каких-то услуг, он, к большому сожалению, минимальный. То есть вот сейчас еще приведу пример, быть может быть это аналогия. Знаю, в Северном сейчас ведется ремонт подземной парковки, и там проблема в том, что через три года после начала эксплуатации парковка сама по себе, покрытие, опять же, пол парковки пришел в негодность, стал грязнить как минимум, и самые проблемы начались, когда жидкость с верхнего этажа парковки стала протекать на нижний и портить автомобили, я полагаю, немалостоящие. То есть это в принципе та же самая система, также застройщик не придумал, управляющая компания не предприняла ничего до момента. Так, и здесь, если мы говорим про трехлетний срок, если эта парковка является частью общего имущества, в этом случае застройщик несет все гарантийные обязательства, то есть пятилетняя, и в данном случае именно управляющая компания должна обратиться к застройщику, так как она отвечает за содержание общего имущества, чтобы все недостатки, которые в процессе возведения этих конструктивных элементов были допущены, чтобы застройщик их устранил за свой счет в рамках его гарантийных обязательств, и управляющая компания после этого начала благополучно все это обслуживать. То есть, в принципе, житель, как пользователь, он имеет право обратиться в свою управляющую компанию, не дожидаясь, пока управляющая компания сама начнет реагировать каким-то образом на какие-то факты. И чтобы уже управляющая компания разбиралась застройщиками. Именно так. При этом тут важно понимать, наверное, чтобы нам не говорить сухими какими-то законодательными нормами, а ближе к жизни рассуждать. Получается, как правило, есть такая практика, что управляющая компания и застройщик изначально имеют определенные договоренности. Ведь для любой управляющей компании интересно попасть на новый многоквартирный дом. Им не интересны хрущевки, не интересны двухэтажные деревянные дома. Им интересны многоэтажные многоквартирные дома, которые только что сданы. И поэтому для того, чтобы попасть на этот многоквартирный дом, как правило, есть такой неформальный договор, что по принципу управляющая компания этот дом заходит изначально, благополучно проводит общее собрание, а в течение пятилетнего срока она этому застройщику не предъявляет никаких претензий по части содержания общего имущества. Поэтому, если с первого захода в управляющую компанию не получится добиться того, чтобы общее имущество было приведено в порядок, все-таки необходимо давить через службу строительного надзора и через другие контрольные надзорные органы. Спасибо. Давайте теперь все-таки обратимся к тарифам. Итак, с 1 июля у нас повышаются тарифы на услуги ЖКХ. В среднем, как нам сказано, это должно составить 8,9%. Причем, как в пресс-службе Министерства ЖКХ, у нас говорят, что если вдруг эта цифра превышает 8,9%, нужно обращаться в управляющую компанию за выяснением и корректировкой. Вот по вашему опыту, насколько на самом деле реальное повышение сейчас будет отличаться от этих 8,9% заявленных в среднем? Важно понимать, что мы, наверное, все-таки должны говорить о том, что есть реальный рост тарифа и есть предельный рост платы. Он у нас, как правило, отличается. Если тариф реально вырастает, допустим, на 15-17%, что редко в этом году этого не было, то в районе 12% обошлось, то плата растет для жителей в районе 8,9%. И разницу между реальным ростом тарифа и предельным индексом роста платы, 89%, компенсирует бюджет Красноярского края. Поэтому реально тарифы выросли где-то процентов на 12-13, в зависимости от видов коммунальных услуг. А всю недостающую разницу при оплате коммунальных услуг компенсирует бюджет Красноярского края. А мы можем каким-то образом дать зрителям сейчас формулу, по которой они могут высчитать вот эти вот 8,9? Легко. Необходимо просто взять размер платы, я подчеркиваю, именно платы по всем видам коммунальных услуг, суммарный, за прошлый период, то есть, грубо говоря, за июнь месяц. И если размер тоже общий по всем видам коммунальных услуг, платы в июле будет выше, чем на 8,9%, именно суммарная, то в этом случае необходимо обращаться сначала в управляющую компанию, потом в службу строительного надзора. Либо можно сразу обратиться в строительный надзор, тогда управляющую компанию могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил оказания коммунальных услуг и начисления платы. А строительный надзор точно, как это, сразу обратиться в управляющую компанию с претензией, либо сначала отошлет жителя, сходите-ка сначала в свою управляющую компанию? То есть, не могут они отослать людей, не могут, конечно, в отдельных случаях какую-нибудь отписку дать на обращение, но тем не менее, в любом случае, по факту каждого поступившего обращения, заявления, жалобы, они должны выйти на объект, то есть, на какой-то многоквартирный дом провести проверку, собрать все необходимые документы и уже на основании этого дать какое-то обоснованное заключение. А когда мы говорим вот об этих 8-9 средних, вот у нас тут заявлено, значит, предельное повышение на услуги водоснабжения отведения составит 10,6%, отопление 8%, электроснабжение чуть более 6%, газоснабжение 6%. А когда мы рассматриваем вот эту среднюю, должны ли мы учитывать как раз непревышение вот этих показателей? Конечно. То есть, я полагаю, что эта цифра 8,9% она и образовалась как среднее арифметическое между названными показателями. Угу. А все-таки, еще один момент, когда готовилась к программе, я обратила внимание, что не все из, в том числе, моих коллег, из людей, с которыми я общаюсь, разделяют вот этот момент сбора, значит, сбора средств на ремонт многоквартирных домов, фонд ремонта многоквартирных домов через энергосбыт. Так. Потому что приходит аквитанция энергосбыта, там написано капитальный ремонт, и многие вообще уверены, что капитальный ремонт объектов энергосбыта. Вот о чем речь. Вы сталкивались с претензиями по этому поводу? У нас в самом начале было очень много. Я просто сразу хочу отметить, что вот та плата за электроэнергию, которая у нас выросла на 6%, туда закладывается весь ремонт всех фондов, сети и всего прочего. Да. А то, что касается капитального ремонта, изначально, ну, были основания так считать, потому что был какой-то единый котловой счет, куда сваливалась плата и за электроэнергию, и за капитальный ремонт. Потом, после решения прокуратуры, эти счета разделили. Остался отдельный счет на капитальный ремонт, отдельно на электроэнергию. И теперь энергосбыт выступает просто посредником, то есть организацией, которая печатает платежки. Не более того, они даже через какие-то там совместные счета этого не прогоняют. Это отдельный счет, отдельный платежный документ и целевое назначение платежей. И то есть эта цифра у нас никаким образом не изменяется, и к повышению тарифов она не имеет никакого отношения? Тариф, точнее, размер взноса, если правильно сказать, на капитальный ремонт, он у нас меняется ежегодно в рамках постановления правительства. Если вот сегодня 6,30 платят люди в домах без лифта и 6,60 с лифтом, то вот с 2016 года они начнут платить, соответственно, 6,60 и 6,90. Но в случае, если правительство не пересмотрит ценообразование отдельным постановлением, они могут размер взноса на капитальный ремонт еще больше увеличить. Все, спасибо. К сожалению, на это время наше закончилось. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Могу только попрощаться и удивиться, что никто не заинтересовался, что это у нас вкладывается в эти тарифы. Ну что ж, друзья, будем, значит, узнавать обо всем на собственных плечах и кошельках. Спасибо, что были с нами. Наталья. Большое спасибо, Анастасия. Мы продолжаем главный чат.